Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. С помощью функции «Счет если» можно посчитать количество ячеек, отвечающих определенному условию. Давайте рассмотрим синтаксис функции «Счет если». Где диапазон – обязательный параметр, группа ячеек, для которых нужно выполнить подсчет. Диапазон может содержать числа, массивы, именованный диапазон или ссылки на числа. Пустые текстовые значения игнорируются. Критерий – обязательный аргумент. Число, выражение, ссылка на ячейку или текстовая строка, которая определяет, какие ячейки нужно подсчитать. Рассмотрим работу функции на примере. К примеру, я хочу узнать сколько раз слово «Анерейзер» встречается в этом списке программ. Чтобы создать формулу, я ввожу знак равенства, а затем первые буквы имени функции. Обратите внимание, Excel сразу показывает список функций, имена которых начинаются с этих букв. Я просто дважды щелкаю на нужной и Excel автоматически вводит имя функции. Далее нужно ввести диапазон, в котором будет осуществлен поиск. В моем случае это диапазон А4 – А14. Затем я ввожу точку с запятой и ввожу критерий. В этом примере критерием является название программы «Анерейзер». Обязательно ввожу кавычки, поскольку в этой формуле любой текст должен быть заключен в кавычки. Ввожу закрывающую скобку и нажимаю клавишу «Ввод». Как видите, «Анерейзер» встречается в списке 3 раза. Предположим, что мне необходимо проверить еще одну программу. Вводить формулу заново для этого не требуется. Я просто выделяю в строке формул название «Анерейзер». Допустим, что мне необходимо узнать, сколько раз в списке встречается программа «File Repair». Для этого я просто ввожу ее, нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. Также вместо слова в формулу можно подставить содержимое ячейки. К примеру, мне нужно найти количество ячеек, содержащих значение ячейки А6. Для этого я ввожу знак равенства, первые буквы формулы, выбираю счет если, ввожу диапазон А4, А14, точку с запятой, ввожу критерий, ячейку А6, нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. Теперь, к примеру, мне нужно подсчитать количество ячеек, содержащих текст «Анерейзер» и «File Repair». Для этого я ввожу знак равенства, счет если, ввожу диапазон А4, А14, точку с запятой, критерий А4, закрываю скобку, далее ввожу знак «плюс», снова счет если, еще раз ввожу диапазон А4, А14, точку с запятой, критерий А8, закрываю скобки и нажимаю клавишу «Ввод», после чего будет выведен результат. Допустим, мне надо найти количество ячеек со значением больше 1000, для этого я ввожу знак равенства, счет если, ввожу диапазон C4, C14, точку с запятой, в кавычках ввожу знак «больше 1000», нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. А теперь я введу формулу, которая подсчитывает количество ячеек со значением неравным 998, я ввожу знак равенства, счет если, ввожу диапазон C4, C14, точку с запятой, критерий «меньше-больше» в кавычках, знак амперсант и ячейку C4. Знак амперсант объединяет оператор сравнения неравно и значение в ячейке C4. Далее нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. теперь, допустим, мне нужно количество ячеек, содержащих любой текст в определенном диапазоне. Я ввожу знак равенства, счет если, выбираю диапазон C4, C14, точку с запятой и критерий «звездочку» в кавычках. Нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. Рассмотрим еще один пример. Пример нахождения количества ячеек, строка в которых содержит ровно 4 знака и заканчивается буквой «Е». Ввожу знак равенства, счет если, ввожу диапазон B4, B14, точку с запятой, критерий, который состоит из трех знаков вопроса и буквы «Е». Подставочный знак «Вопрос» обозначает отдельный символ. Заключаю критерии в кавычки, нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. Распространенные неполадки. Функция «Счет если» возвращает неправильные результаты, если она используется для сопоставления строк длиннее 255 символов. Для работы с такими строками используйте оператор сцепления амперсанд. Функция должна вернуть значение, но ничего не возвращает. Проверьте критерий, он должен быть заключен в кавычки. Ошибка «Знач» может возникнуть, когда в формуле содержится функция, которая ссылается на ячейки или диапазон в закрытой книге. Для работы этой функции необходимо, чтобы вторая книга была открыта. На этом все, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok